Музыка Перейдем теперь к вашим письмам. Разбору более тщательному. Как вам вот этот ракурс? Посмотрим, посмотрим, как он пойдет. Так, что мы делаем? А, все, больше он не дает. Значит, доброе утро! Хотела посоветоваться. С осени не могу здоровье полностью в норму привести. Тут и ветер перевозбудился. Значит, ослезнение произошло. Гноеродная инфекция опять появилась. А как только ослезнение происходит в организме, появляется пища и среда для того, чтобы гноеродная инфекция опять появилась. Плещи на лице выходить стали. Так, переболела в начале октября опять, как и в том году. После этого никак не могу полностью хорошо себя чувствовать. Просыпаюсь тяжеловато. Белки на глаз мутные, красноватые. Смотрите, постарайтесь, вот, просыпаетесь тяжеловато, если есть возможность делать контрастный душ. Значит, теплая вода. 20 секунд. Прохладная вода. Буквально 5 секунд. И еще разок теплая вода. Значит, 20 секунд. И прохладная. 5 секунд. Гораздо легче будет вставать. Так. Значит, белки глаз мутные, красноватые. Лицо оплывает. Чоки начинают с ночи нездоровые румянецы идти. Это я уже понимаю, что и сахар повыше стал. Так. Просыпаюсь с сахаром 7,4 с момента болезни. Само болезнь 8 было по утрам. Только вот дня 2 назад боли лучше стало. Ну, слушаем дальше. Очищаюсь все время. Клизмы ставлю почти каждый день, чтобы инфекцию везде промыть. Так. Стоп. Вот это как раз перевозбуждение ветра. Это происходит от вот этих всех клизм. Значит, вы их курс сделали, и не надо больше. Потому что если вы делаете их ежедневно, то как раз вот это вот у вас и получается. Перевозбуждение ветра. Так. Клизмы ставлю почти каждый день, чтобы инфекцию везде вымыть. Дело в том, что инфекция вообще, она по всему организму, если так разобраться. А то, что вы можете сделать в толстом кишечнике, я думаю, просто-напросто курс сделали, там, грубо говоря, там, 10-15 клизм, там, через день или еще как-то. И все. Потом уже, повторите, месяца через три. Не надо это делать. Это все-таки какая-то, знаете, нагрузка, изматывающая на организм. Так. Пазухи чищу периодически. Ну, хорошо. Я вам все говорю вот этим самым. Табачком. Табачок. Вот он лежит у меня, табачок. И вы нюхательным табачком, нюхательным табачком, вот это все и делаете. Уже рассказывал, как это делать. Так. Но видно, глубоко не выходит, что там обосновалось. Да дело в том, что здесь не в глубине, а в том, что идет постоянно подпитывание. Всего этого. Раз обложу, а это, произошло ослезнение, значит, у нас слизь вводится на солодка и, пожалуйста, все это. Все делаю с уриной. А вот попробуйте с табачком, без урины. Ощущение в лобовых пазухах есть, от этого еще больше подташнивают. Вы знаете, все-таки, ну, как бы сказать. Ну, вот вы опробовали урину, все там вам помогает. Но если все это часто слишком делать, то вот это все, грубо говоря, оздоровление, в кавычках, начинает действовать как-то угнетающе. Недавно кандиду усмирила, соду с утра пила с перекисью. Ну, вот кандида, видите, кандида. Сода с перекисью. Ну, это вот много всего. Нельзя вот всего много. И кандиду усмиряет, и то, и все. Может быть, чтобы кандиды особо не было, может, лучше сладкого меньше поесть? Может быть, меньше там крахмалистого поесть? Может быть, меньше различных этих самых сложных продуктов меньше поесть? То есть, когда человек, там, допустим, запивает сладким чаем или еще. Так, выделения слизистые были. Насморка не было. На некоторые дни одна пазуха с утра заложена получалась. После промывающих дней никакой слизи опять не было. Ну, хорошо. Маслом на оливковом тело смазываю после каждого душа. Хорошо, как раз оливковое масло, оно помогает бороться с сухостью организма. Был сильный жор опять после таких инфекций. Сейчас полегче стало. Смотрите, сильный жор после инфекции, это говорит о том, что организм хочет, как бы сказать, пищи для своего восстановления. То есть, он потратил много сил, средств и так далее. А теперь, когда начинается, значит, восстановление после инфекции, он хочет, как бы сказать, все это восполнить. Ну, есть такая штука. Сейчас полегче стало. Вот здесь от жора очень хорошо, чтобы вы раза 3-4 в день ели через равные промежутки. И очень хорошо, чтобы это была каша, теплая каша, любая, которая вам нравится, на топленом масле. Стул сам по себе есть. Был жидким таким, а с клизмами твердой части выходили. Все равно тело пересушивается сильно. Значит, с клизмами надо... Особенно, если это уриновые клизмы, то они еще больше подсушивают организм прямо через прямую кишку. И вот это все будет наблюдаться при возбуждении ветра. То есть, я уже насчет клизм сказал. До еды по утрам пропивала соды, днем лимон с имбирем, помогло очень, живот перестал выступать. Например, через 2 часа после завтрака пью лимон, минут через 30 антипаразитарку, гвоздика, полынь, тодикан. К вечеру либо антипаразитарку, либо лимон, также до еды. Значит, опять-таки, вот эту антипаразитарку вы должны делать так же курсами. Если вы ее постоянно делаете, то это, так как травы все такие горькие, такие воздушные, они сушат организм. Гвоздика, полынь, да и тоже тодикан на основе карасина сушат организм. Поэтому сил особо нету. Кстати, ослезнение может произойти и по той причине, что слишком много вот этих всех веществ, которые принимаются и подсушивают организм, нету нормального переваривания пищи, потому что слизистую желудочно-кишечного тракта подсушили. В результате, вместо нормального переваривания получается какая-то, какая-то вот именно слизь, которая всасывается в организм и начинает вот это ослезнение давать. Дайте организму полноценно поработать. Кстати, у меня там где-то есть в целительных силах, по-моему, тон 4, вы можете послушать или почитать, периодическое настраивание пищеварения. Вот чтобы вы вот это вот сделали. И это делается периодически. Как только заработает нормальное пищеварение, чтобы вы его слишком различными вот этими всеми веществами не портили. К вечеру либо антипаразитарку, либо лимон, также до еды. Ну, много, много. Стадикамп давно пропиваю, с конца лета, наверное, но его чаще раз в день. По одной пипетке, иногда две пипетки набираю. Одной пипетки достаточно. И все. Вот закончите с стадикампом и так далее. Так, с ним, наверное, перерыв уже на месяц сделает. Сделайте. Дайте пока вот отдохнуть организму, потому что организм, он имеет такую тенденцию привыкать к разного рода препаратам, процедурам и прочее-прочее. Так, иногда траву для печени пропиваю. Кориан, тмин, анис, укроп, сено. Опять-таки, это идет в копилку перевозбуждения жизненного принципа ветра. Подсушивает организм. Значит, когда круги под глазами, я чувствую, что надо. И очень беспокоит. С осени волосы начали сильно выпадать. Так линька не заканчивается. Осенью волосы выпадают. Опять-таки, это говорит о том, что организм пересушивается. И также это говорит, что, возможно, раз кандида была, имеется грибок, грибок. Втираю перед мытьем также по методике. Это тадиканк втираете? По методике. Ну, слишком много процедур. Сегодняшний день я начал топленое масло сотропить. Ну, вот это вот другое дело. По какой бы системе сейчас мне лучше вести питание и профилактику. Ну, о питании мы сейчас еще поговорим. В норму глаза и плывшее лицо проходит после прогулки, после завтрака. То есть, в течение ночи происходит, как бы сказать, снижается циркуляция различных жидкостей и появляются отеки. Хожу часто и долго, после каждой еды, к вечеру прогулки всегда. Молодец, молодец. Белки становятся почти белыми. Видите, вот когда начинается циркуляция нормально в организме всех жидкостей, крови, лимфы и так далее, это вот хорошо действует. Но все равно полностью не восстанавливается. Ложать тоже закапываю каждый день. На ночь почти каждый день пьют мин. Чуть меньше пол чайной ложки. Значит, смотрите, тмина, вот постарайтесь пить еще меньше. Где-то одну четвертую, одну пятую чайной ложкой. Для того, чтобы лучше было пищеварение. Так, в ванну особо не принимаю. Поднимается сахар. А выходить уже не получается особо после распаривания такого. То есть, ванна поднимает сахар. Самая проблема, что касается сахара, он начинает ночью, видимо, подниматься. К вечеру я его стараюсь держать до 5-4,7 спадает единицы. В течение дня спадает, а ночью какой-то процесс идет. Бывает, подташнивает ночью. Начинать может, когда инфекция. Бывает, подташнивает ночью. Начинать может, когда инфекция. Ну ладно, так. Видимо, слизистые пробки образовались. Никак не шевелить толком не могу. Еще хочу курс дегтя пропить. Не надо пока. Не надо вот этого дегтя. А пропивала весной. Как лучше все это продолжить? С какими паузами? Значит, паузы между приемами курса должны вас составлять от 1 месяца до 2. То есть, не надо вот груздить организм. Это все-таки не то. Что-то в чем-то идет недоработка. Ну ладно, посмотрим дальше. Полевую форму стало чистить немного. А болезнью трудно продышаться носом, хотя насморка нет. А потом нос сильнее закладывает в пазухах. После этого, да? Энергетика недавно поднялась. Видимо, все же идет на восстановление. Настроение хорошее стало. Отлично. Но вот эта инфекция там засела опять. С инфекцией, конечно, очень сложно бороться. Очень сложно бороться. Это не так-то просто сделать. Почему? Потому что она просто-напросто может закапсулировать. Может притаиться, грубо говоря, в тех местах, куда не доходят никакие препараты. А при удобном случае, значит, вылазить. Далее. Значит, я попросил нашу уважаемую, чтобы она мне писала питание. Что у нее за питание? Утро. Зелень. Укроп, серверей, салат, латук. Авокадо. Время от времени. Яйца или вареные яйца. Перепелины и гуакулины. Стало добавлять сосиски без консерванов, которые или колбасу из индейки. Если зерно проращиваю, добавляю горсточку туда. Смотрите. Потом орехи, миндаль или грецкий, несколько кусочков шоколада, скароба и какао-масла. Сейчас я ем жмых кедровую вместо таких орехов. Вот смотрите. Ну ладно, давайте дальше. Через час пью кофе. Поначалу на зеленый перешла, сейчас и темные зерна беру. В промежутках пищи пью воду простую. После кофе стакан воды запиваю тоже. Днем зелень. Вот смотрите. Уже утро до обеда. Уже смотрите. Зелень, потом орехи, потом еще кофы. Вот знаете, попробуйте следующее. Вот из всего, что вы там написали, допустим, зелень или тушеная зелень с яичницей, или там, допустим, с сосисками из индейки там. В зелень добавляйте, в салат зеленый добавляйте, или в тушеные овощи добавляйте вот горсточку проросшей пшеницы. И все. Вот не надо больше там что-то пить, что-то еще. Что-то надо вот еще, потом орехов съесть, потом, значит, выпить кофе. Приучите себя, и причем, как бы сказать, объем пищи должен быть такой, чтобы вы чувствовали легкость. Как бы сказать, не доедали. чтобы у вас перед следующей едой возникало возникало чувство голода. Пусть хоть небольшое. Потому что, если мы постоянно загружаем едой, у нас вот нету чувства голода, у нас просто идет распорядок, грузим вот это, через два часа вот это, через два часа то. А надо нам это? Или не надо? О том, что это надо, говорит чувство голода. Поэтому, попробуйте-ка, зелень или тушеную овощи, ну, я уже сказал, либо вот потом съесть там немножко орехов. Или кедровые там орешки. Так, днем зелень, морковку, прусть, свеклу почти каждый день. Ну, вот как раз сырая пища, она еще способствует тому, что, смотрите, что делает сырая пища? Она в холодное время года остужает организм. Тем самым препятствует нормальному перевариванию, нормальному пищеварению. Холод наш желудочно-кишечный тракт не любит. От этого как раз и образуется вот эта отечность образуется. Образуется слизь. И, как правило, идет ослабление организма, и еще в добавке возникает инфекция. То есть, инфекция на этой почве. Значит, либо льняную кашу на кедровом молоке делаю, либо хлебцы на амарантовой муке с топливным маслом. чаще стала есть в кафешке опять. Там беру браколи, фасоль с горбушей или куриной паровой котлеткой. Но вот это все можно съесть, то есть, или, 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 или только тогда, когда вам захочется кушать. Вот здесь очень важно соблюдать вот эту пропорцию. Если мы, вернее, объем, если мы будем это дело соблюдать, нам будет хотеться кушать, и организм полностью будет все это переваривать. И не будет ничего оставаться для того, чтобы превратиться в слизь и давать пищу разного рода там бактериям и грибкам. Каша нечасто стала есть. В кафе беру салат из капусты. Да рыбы ем. периодически солянку, картошку не ем из нее. Заедаю немного орехов или батончик беру в составе орехи, масло какао, мед. Вот это вот не надо заедать немного орехи там какой-то сладости и так далее. Это вот просто портит нам пищеварение. Вот съели там грубо говоря первое там или там тушеную рыбу тушеную капусту с рыбой этого достаточно. Или же несколько долек шоколада из короба периодически беру орбечи из кокоса или подсолнечную их тоже после еды. Вот знаете можно себя разбаловать приемом после еды. Вот этот прием после еды он как раз и портит на пищеварение. Постарайтесь вот вы поели и все все никаких каких-то там добавок и так далее. Так пью опять через час пью опять через час вот это опять через час если вы снили там рыбу или еще какие-нибудь там мясо да хотя бы ту же солянку она не успевает перевариться за час вы ее разбавляете и тем самым нарушаете пищеварение и опять-таки от этого возникает то есть вы должны знаете вот что я сейчас вам хочу сказать вы должны поели и чувствовать вот внутри себя комфорт чтобы это живот не раздут был и вам что-то там еще не хотелось там вот поели и все 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 нормальненько ничего не дует и никакой тяжести нет и вы там занимаетесь своими делами как только вы начинаете вот это вот что-то надо добросить туда попить и прочее 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 и вот это вот начинает портить ваше пищеварение так вечером могу также зелень с брокколи с рыбой или салат морковь свекла на пару хлебцов с топленым маслом немного орехов добавить к концу или урбечь пару ложек урбечь я не знаю что-то такое когда-то тушу овощи репа была тыква но вот постарайтесь вот это вот вечером чтобы не сырая зелень была а была были тушеные вот эти овощи так периодически капусту квашу наберу ем в середине дня ну что такое ну это периодически ладно иногда беру грушу или яблоко ем часа через два после завтрака ну вот на сдав так вы съешьте эту грушу там еще что-то еще что-то и допустим добавьте там колбаску из индейки или там вареные яйца яичницу не ешьте вот слишком много на еду вы уделяете внимание и я так понимаю что вы даже не чувствуете голода вот это самое плохое когда человек не чувствует голода ничего у него не будет получаться в салат я добавляю масло оливка и кетчуп чтобы сахар резко не повышался кофе черный пью раза два в день я так понимаю какие-то небольшие чашечки все это закрепляет кофе и шоколад из кероба и какао масла я так понимаю стараюсь их сократить но без них чувство насыщения не приходит вот вот тут очень важно чтобы у вас было не чувство насыщения а чувство голода вот вы поели и пускай что у вас нету чувства насыщения выходите из-за стола и идите гулять чтобы вы об этом не думаете переключайте свои мысли на какую-то другую работу любование природы или еще чем-то а как только нечем заняться тогда хочется что-то покушать вечером около восьми иногда если хочется ягоды замороженные ела как-то много продуктов в прохладный этот период наверное опять буду урбечи брать они маслянистые плотность после них хорошая ну маслянистость нужна тогда когда перевозбуждается жизненный принцип ветра ну вот мы вот разобрали все это будет проще питание слишком много продуктов и так они как-то идут я так понимаю что вот это вот обилие продуктов съеденное в течение дня оно не позволяет полноценно усваиваться и отсюда начинаются вот эти проблемы с ослезнением и прочее 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 постарайтесь чтоб вам хотелось кушать чтоб организм все что там вы посеяли он употреблял ну примерно так кстати про сахарный диабет у меня же есть там видосик где по-моему в целебной кулинарии где женщина сбросила 40 килограммов веса и ну контролирует свой сахар который у нее был когда она была большой то есть посмотрите вот это вот видео я думаю оно вам поможет ну вот мы с вами разобрали сахар и 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 и сахар и Субтитры сделал DimaTorzok Есть 540, есть как она бредала хорошо